Всем огромный привет! Добро пожаловать к нам в гости, в новый влог. Мы только что пришли с прогулки, гуляли с нашей Миюшкой и ходили в магазин за продуктами. Купили все самое необходимое, то что закончилось. Сейчас покажу, что мы купили. И забыли купить Миюшки вкусняшки, да? У Миюшки у нашей завтра день рождения, 13 января. Ей исполнится 3 годика. Придется вечером еще идти что-нибудь купить. Ей Дед Мороз приносил на Новый Год вкусняшку, но она ее уже всю слопала. Нужно идти покупать новую ей подарок на день рождения. Где пончик-то у нее? Зуба. Здравствуйте, Мэг! Здравствуйте, Мэг! Так что пойдемте покажу, что мы сейчас купили. Так, взяли все самое необходимое, то что закончилось. Люблю вот такой хлеб. Чемпион брали, еще он был горячий, дымой принесла. Даже еще была упаковка запотевшая. Так, здесь у нас перчик. Буду готовить салатик. Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом. Готовим уже этот салат неоднократно, потому что реально получается он супер вкусным и готовится очень быстро. Так, здесь у нас помидоры. Не знаю, что произошло, но я стала очень любить помидоры. Раньше любила больше огурцы, а сейчас ничего не надо. Только бы ела с утра до вечера помидоры. И Максим, кстати, у нас тоже любит очень помидоры и перцы. Апельсинчики взяли немножко, потому что испортится. Берем по чуть-чуть фруктов, чтобы ничего не портилось. Так, здесь у нас ветка бананов. Ваня взял пряники вот такие, настройку увезет. И еще с собой взял туда сухари, чтобы были. Чай попить, мало ли, рабочие захотят сприть или попить. Так, вот так, лук. Затем, что еще мы взяли? Молоко на кашу. На запас у нас еще остались пару пакетов, но пусть будет. Сургодности хорошие. Два огурчика, хлебушек. Сейчас я его, кстати, сразу же, наверное, в заморозку оставлю. Вот такую малышку взяла, пекинку. Завтра хочу с ней сделать салатик. Так, сметана. Затем морковка. Тоже на сегодня нам нужна на салат. У меня морковки свежей вот такой нет, вся закончилась. Есть морковка только, которая порезана, нашинкована и уже заморожена. Затем взяла вот такой вот сыр. Две штуки российские, бельбеевские. Тоже сегодня его часть израсходую, а часть сразу же отправлю в заморозку. Нарежу, точнее натру на терке на крупной и заморожу в пакетике или в контейнере. Очень удобно, так всегда делаю. И еще взяли детские пеленки, вот такие одноразовые. Здесь их в упаковке 5 штук. Эти пеленки берем для нашего шпица, для миюшки. Размер 40 на 60, как раз у нее лоток такого размера. И перед Новым годом, когда мы поехали на дачу, у нас закончились пеленки и заехали в магазин по пути купить. И в магазине была просто жутчайшая очередь, я забежала в зооотдел в торговом центре. И там пеленки вообще по каким-то космическим ценам специальные для животных продаются. Одна пеленка стоит 22 рубля. Здесь же получается 5 штук. Я сейчас взяла за 54 рубля. Вот такая большущая разница. Так что берите на заметку, если у кого-то тоже маленькие питомцы. И возможно тоже они так иногда ходят в туалет дома. Не всегда получается их выгуливать. Конечно же детские пеленки намного получается выгоднее брать. Разницы совершенно никакой я не замечаю. Когда покупаю пеленки вот в таких вот в крайних случаях, именно в зооотделе. Или просто в супермаркете беру вот такие пеленочки для детей. Вот такая небольшая закупка была. Сейчас все быстренько раскладываю по местам. И мы будем с вами готовить очень вкусный салат. Второе. Разобрела пакет с продуктами и сразу же решила, что буду готовить, чтобы потом не отвлекаться на готовку. Сегодня буду готовить два блюда. Вкусный ужин и салат. Хочу с вами поделиться рецептами. Может возьмете себе на заметку и тоже их приготовите. Как обычно, сначала подготавливаю все ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления обоих блюд. Потому что так намного получается удобнее и быстрее, когда уже все почищено. И потом остается только нарезать на оба блюда. Подготовила все ингредиенты и сейчас буду заниматься приготовлением в первую очередь ужина. Сегодня решила, что хочу приготовить вкусную картофельную запеканку с овощами с фаршем под сырной корочкой. Из ингредиентов нам понадобится картофель, лук репчатый, томаты, яйцо куриное, сметана, майонез, любимые специи, фарш и сыр. Берем картофель и шинкуем его вот на такие тонкие слайсы. Я это делала с помощью терки Бернер Прима Плюс. Затем добавляю к картофелю соль, черный молотый перец, сладкую красную паприку. Можно еще добавить ваши любимые приправы. Да, еще добавляла чеснок молотый, сушеный. Все тщательно перемешиваем и картофель нужно будет залить сметаной заливкой. Беру 3 столовые ложки с горкой сметаны, солю, перчу и добавляю немножко водички. И заливаю картофельный слой такой заливкой сметанной. Далее беру репчатый лук и шинкую его также очень тонкими слайсами. Лук я предварительно обжаривать не буду. И берите количество ингредиентов, конечно же, исходя из того, сколько человек будет есть. По рецепту шло 2 луковицы, я брала побольше, потому что мы любим, когда в блюде присутствует большое количество лука. Все рецепты оставлю внизу под видео. И ужина, картофельные запеканки с фаршем и также салатика, который мы в дальнейшем с вами приготовим. Обязательно заглядывайте, вот в фабоксе вся информация будет. Беру фарш, у меня здесь фарш из свинины и из куриного филе в пропорциях 1 к 1. Получается 350 грамм у меня свиного фарша и 350 грамм куриного фарша. К фаршу добавляю одно куриное яйцо, соль, черный молотый перец по вкусу. И все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Слоем в запеканке и вот таким способом аккуратно, равномерно его распределяю по всей поверхности. Далее берем томаты и нарезаем их кольцами или полукольцами. Один томат я взяла свежий, а часть доложила томатами из моих заготовок на зиму, потому что вспомнила, что у меня они есть и, конечно же, нужно сейчас их в большом количестве расходовать, потому что новый сезон уже не за горами. Сверху делаю вот такую вот сеточку из майонеза, можно заменить также на сметану, но с майонезом, конечно же, получается вкуснее. И с помощью блендера измельчаю твердый сыр. Вот в такую вот эту мелкую крошку он получается. И сверху засыпаю запеканку сыром. Ставим запеканку в духовой шкаф. Духовой шкаф у меня разогрелся до 200 градусов. Выпекаться будет примерно 45 минут. Верхний и нижний нагрев. И температуру сейчас я оставлю 180 градусов. Остатки сыра я пересыпаю в пакет зип-застежкой и буду его замораживать. И второй кусочек сыра тоже решила сразу же измельчить и также отправить в заморозку. Это очень удобная заготовка, потому что когда в следующий раз буду что-то готовить, не нужно уже пачкать чашу блендера или терку. Уже сыр перетертый лежит готовый к употреблению в морозилке. Ничего с сыром не случается, никакие вкусовые качества он не теряет. Так уже практикую очень давно. И пока запеканка готовится, давайте приготовим очень вкусный салат. Из ингредиентов нам понадобится морковь свежая, красный сладкий болгарский перец, томат, красный лук, крабовое мясо, можно заменить на крабовые палочки, яйца вареные, майонез и специи по вкусу. Морковь берем и шинкуем на самой мелкой терке. Морковь берите небольшого размера. У меня была морковка небольшая, поэтому я ее потерла целиком. Если морковь крупная, то берите половинку. Затем красный сладкий лук шинкую на небольшой кубик, отправляем к морковке в салатник. Далее займемся болгарским перцем. Его я нарезаю на достаточно крупные полосочки. Следующее, что шинкую, это томат на кубик. И потом займемся крабовым мясом. Все количество ингредиентов оставлю внизу под видео. Конечно же ориентируйтесь, сколько человек будет есть этот салат. Крабового мяса у меня было 400 грамм, этого достаточно. Беру его и нарезаю вот такими крупными квадратиками. Все ингредиенты лучше для этого салата не резать мелко. Отправляем крабовое мясо в салатник. Твердый сыр натираем на крупной терке и отправляем к остальным ингредиентам. Куриные яйца у меня уже отварились. Беру 4 штуки, очищаю их от скорлупы. И обычно я яйца куриные шинкую на крупной терке, но именно в этот салат лучше их порубить на кубик. Далее заправляем салат, добавляю майонез, соль по вкусу. Можно еще добавить черный молотый перец, но я не стала его добавлять. Солью тоже получается очень вкусно. Все тщательно перемешиваем и быстрый, вкусный, легкий салат готов. Вот такой он получается красивый, яркий, насыщенный, аппетитный и правда очень вкусный. Обязательно приготовьте. И тем временем уже приготовилась наша картофельная запеканка с овощами, с фаршем под сырной корочкой. Вот такая она красивая, румяная у нас получилась. Сверху нарезаю свежий зеленый лук и все, наш ужин готов. Обязательно его приготовьте, я думаю, что он вам понравится. Предновогодняя суета закончилась, а я до сих пор продолжаю получать посылки, которые заказывала еще до Нового года с Алиэкспресс. На днях получила заказ для детей, заказывала им новые поп-иты. Также Еве заказала для причесок резинки, заколки, новый красивый ободок для волос и по детским часикам. Сейчас думаю что-то еще заказать, так как стартовала зимняя ликвидация товаров, и их можно приобрести со скидкой до 80%. А еще больше сэкономить получится с кэшбэком от Letyshops, ведь сейчас можно вернуть кэшбэк в три раза больше обычного. С 10 по 14 января на Алиэкспресс будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный до 15%, то есть в три раза больше стандартного. Что это значит? Если со стандартным кэшбэком вы бы вернули, например, 300 рублей с покупки, теперь получите 900. Кто еще не знает, как использовать горящий кэшбэк, показываю. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение, активировать горящий кэшбэк и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, а вы сможете вывести средства на мобильный счет или карту. Эти же деньги можно потратить на новые покупки. Я тоже в деле, и поэтому моя корзина уже заполнена, и хочу заказать новые декоративные наволочки. Выбрала классные формы для печенья в виде зайчика, цыпленка и морковки. Они отлично подойдут на Пасху, будем с детьми печь. Вкусное печенье поделюсь с вами обязательно рецептом. И еще выбрала очень красивый венок с пионами на входную дверь. К тому же в Алиэкспресс есть доставка товаров из Китая с пометкой плюс. Это означает то, что доставка занимает до 14 дней, долго ждать не придется. Поэтому заглядывайте в описание под этим видео, регистрируйтесь по ссылке или скачивайте приложение Letyshops. И экономьте ваши деньги уже сейчас. Давайте покажу свои покупки недавние, которые я сделала в Икеа. Все у меня сложено в коробке и сверху закрытая еще пленка, чтобы дети ничего не разбили и не вытаскивали. Сейчас буду тогда доставать и показывать вам мои покупки. Очень классные для организации хранения на кухне. Первое, что я взяла, это вот такая вот подставка под крышки, сковородки, кастрюли. Доски можно хранить. Я покажу, как буду применять ее я. Сейчас вместе с вами переорганизуем ящик на кухне. Вот так вот все выглядит. Нужно будет собрать. Надеюсь, что мне понравится. Следующее, что взяла, это вот такая плетеная красивая салфетница. Можно ее использовать не только по назначению для салфеток, но и также красиво, допустим, в ней организовать хранение полотенец для лица. Или можно много для чего придумать. Очень давно хотела ее и поэтому приобрела. Красивое плетение очень. Следующая форма вот такая вот большая из стекла. Очень я давно к ней присматривалась и наконец-то ее себе приобрела. Еще хочу купить две таких формы, потому что они действительно классные. Размер удобный, самый оптимальный. Получается по размеру длина 32 см, ширина 21 см. Высота 8 см и объем достаточно большой, 3,3 литра. И можно использовать в СВЧ-печи, мыть в посудомойке, ставить в духовой шкаф. И очень здорово, наверное, один из главнейших плюсов, то, что можно еще в такой форме заготовки замораживать. Мне кажется, это настолько удобно, конечно, если размер позволяет. Потому что все равно это будет более объемно, чем, допустим, замораживать в тех же пакетах с зип-застежкой. Но очень и очень удобно, потому что сделал заготовку, закрыл крышкой, поставил в морозилку, все заморозилось. И потом сразу же перекладываем в духовой шкаф, конечно же, без крышки. И блюдо будет готово. Очень классно, довольна, что у меня появился такой контейнер. И да, к нему идет вот такая вот крышка на клапанах. Очень все герметично закрывается. То есть никакой посторонний неприятный запах не будет попадать в приготовленную еду. Или, допустим, в заготовку в морозильной камере. Никакие запахи не перемешаются. И, конечно же, также приготовленное блюдо не будет издавать запахи по всей камере холодильника. Очень я довольна. Обязательно докуплю еще несколько таких контейнеров. Конечно же, такой контейнер достаточно увесистый, намного тяжелее, чем пластик. Но зато очень он мне понравился. Довольна, что появился у меня такой контейнер для хранения. Следующее, что приобрела, это вот такие классные банки на замке. Здесь вот такая вот прорезиненная штука. Будет хорошо и герметично все в этой баночке хранится. Я, наверное, буду использовать, скорее всего, эту банку для хранения варенья. Сгущенку можно переложить, повидло. Ну и, конечно же, можно использовать под хранение сыпучих. Кофе, допустим, сюда можно пересыпать. Очень красивые банки и, самое главное, функциональные. Но также, если их использовать где-то на открытых полках, тоже будет очень красиво и здорово смотреться. Следующие баночки я взяла поменьше. Вот такие. Очень их мне не хватало в новогодние праздники, потому что оставались какие-то небольшие остатки от соусов или что-то такое. И как раз вот такие бы баночки меня бы очень сильно выручали. Взяла их набор. В наборе три штуки. Следующее, что мне попадается, это вот такие вот классные контейнеры для хранения еды. Взяла сразу же с бамбуковой крышкой. Можно было взять ее с другой крышкой, с такой герметичной. Но мне понравилось то, что очень красиво смотрится бамбуковая. И поэтому решила сразу же взять с ней. Этот контейнер получается по объему 600 мл. Очень удобно. Можно хранить будет какие-то нарезку, сыр можно сюда порезать или то, что осталось от еды. Следующий контейнер я взяла уже в большом объеме. Вот так вот он выглядит. И тоже с бамбуковой крышкой. Бамбуковая крышка очень плотно прилегает. Даже одной рукой не могу сейчас открыть. И объем этого контейнера получается у нас 1,2 литра. Следующий контейнер взяла в круглом варианте. Так, этот у нас уже получается объемом, сейчас скажу, 400 мл. И в таком контейнере можно хранить не только еду, конечно же, приготовленную, но и также можно использовать под хранение каких-то круп. Допустим, переложить также орешки какие-то. Будет очень хорошо герметично и все закрыто. И самое главное, то, что еще будет и красиво смотреться. Так, следующий контейнер вот в таком вот варианте, прямоугольный. Так, и объем этого контейнера получается 1 литр. Также с бамбуковой крышкой. Очень много взяла контейнеров, потому что контейнеры мы давно не обновляли. У меня сейчас контейнеры пластиковые. И даже, если честно, стыдно признаться, сколько мы ими пользуемся. Мне кажется, мы их не меняли с того момента, как мы поженились. Я докупала только один набор дополнительный с китайского сайта. А тот комплект у меня пластиковый, тоже из Икеи. Ему очень много лет. И пластиком, конечно же, столько не рекомендуется пользоваться. Нужно все равно обновлять. И вот я сейчас решила приобрести на смену ему контейнеры для хранения еды в стекле. Из-за чего очень много их и приобрела. Потому что уже просто пришел тот момент, когда нужно это было сделать. От пластиковых буду контейнеров избавляться. И которые у меня тоже старенькие из Икеи. И которые с китайского сайта. Тоже буду от них избавляться. Потому что они совершенно сейчас не герметичны. Крышки у них не прилегают к контейнерам. И неудобно хранить. И, конечно же, давно я мечтала еще перейти на стекло. Следующий контейнер вот такой интересной формы. Здесь объем получается 1,8 литров. Таких контейнеров я взяла 2 штуки. Классно. Можно в них, допустим, нашинковать салат. И на стол сразу же подать. То, что не съели, можно будет сразу же крышечкой закрыть. И убрать на хранение в холодильник. Следующее, что я взяла, это вот такая банка. Я взяла ее на пробу. И захотелось мне с бамбуковой крышкой. Можно было взять с прозрачной. Или на таких клапанах. Но почему-то мой выбор пал именно на бамбуковую. Потому что все остальные контейнеры тоже с бамбуковыми крышками. Банка достаточно объемная. 3,3 литра. И очень удобно в ней что-то хранить. Я сейчас взяла пока что одну на пробу. Если приживется у меня такой формат хранения. Докуплю еще. И хочу постепенно от пластика перейти все-таки на стекло. И после того, как у меня завелась моль, я вам рассказывала, в прошлом году, в декабре, то, что я с ней боролась. Просто она на нас напала. Я принесла с перловой крупой из магазина. Перловка была заражена. И контейнеры пластиковые оказались не очень герметичные. И моль распространилась по всей еде. И, возможно, потом в дальнейшем я все пластиковые контейнеры хочу заменить на стекло. Только, скорее всего, крышки я буду уже покупать не такие, а именно с клапанами. Чтобы на всякий случай, если попадется опять такая крупа, чтобы не получилось так, что моль сможет туда проникнуть. Действительно, очень было обидно избавиться от такого большого количества круп. И еще сколько нервов и сил я потратила, чтобы ее вывести. И, кстати, еще хочу вам рассказать о таком классном лайфхаке. Поделились со мной в комментариях вы. Возможно, кто-то не знает об этом. Давайте расскажу. Чтобы не завелась моль, можно добавлять в контейнеры с крупой лавровый лист. Я обязательно так хочу сделать и посмотреть, как будет. Эту банку, скорее всего, буду использовать для хранения супа. Но потом такие же баночки хочу приобрести и для хранения сыпучих, а не пластиковые. Так, следующая банка вот в таком формате. Или, кстати, вот такие банки можно тоже использовать под хранение сыпучих. Только что она уже меньшим объемом. Здесь вроде бы получается 1,8 литров. Взяла тоже такую банку. Буду в ней хранить, допустим, какое-то пюре, суп-пюре. Потому что его готовлю немного. Когда готовлю также уху финскую или просто уху, тоже готовлю буквально на один раз поесть в день, когда готовлю. И на следующий день остается немножко, чтобы перелить можно было. Так, следующее, что взяла. Вот такой вот классный графин, вот такую бутылку. Конечно же, она очень многофункциональная. Можно использовать абсолютно для всего. Мне кажется, главное, чтобы фантазии хватило. Я, конечно же, хочу использовать не под воду, а под хранение молока. Буду сюда переливать молоко, мне кажется, будет очень удобно. Можно использовать как и для воды вместо графина. Или, допустим, даже использовать в бытовых целях. Пересыпать сюда какую-то крупу, порошок стиральный, соду пищевую. На самом деле, очень хорошая штука. И самое главное, она получается недорогая. Так, следующие контейнеры, которые я взяла, они выполнены вот в таком формате. Конечно же, с крышками, тоже с бамбуковыми. И не только я не обратила внимания, когда приобретала, то, что почему-то у бамбуковых крышек отличается цветовая гамма. Вот у этих двух, получается, крышки темнее. Так, и объем этих 600 мл. И что у меня еще осталось? Остался вот такой еще контейнер прямоугольный. Тоже небольшого объема. Объем тоже 600 мл. И купила еще вот такие вот бутылочки. Хочу перелить в одну кетчуп, в другую майонез. Таким способом организую хранение. Вот такие у меня были покупки для организации, хранения. Потому что уже действительно подошло время поменять, освежить контейнеры на новые. И решила наконец-то их заменить. Я очень рада, что приобрела именно вот такие вот контейнеры в стекле. Сразу же решила заняться переорганизацией ящика, для которого приобрела подставку из Икеи Варьера. У меня в этом ящике хранятся различные формы для выпечки, салатники, разделочные доски, чаши для смешивания. Ящик глубокий и вместительный, но хочется, чтобы здесь какой-то был организован хороший порядок. Изначально у меня здесь все хранилось в контейнерах пластиковых из магазина FixPrice. Вертикальным способом я хранила. Но со временем контейнеры растрескались и стало очень неудобно, когда открываешь ящик, формы падают. И поэтому решила приобрести вот такую вот подставку. Надеюсь, что с ней у меня получится хорошо все организовать. И будет удобно, самое главное, пользоваться. Собираю подставку, очень легко все собирается. Просто нужно прикрутить к основанию вот такие вот держатели. Проверяю, чтобы все у меня закрывалось. Шкаф, как я и сказала, достаточно высокий. Поэтому самые большие формы диаметром 28 см отлично подошли. Единственное, что у меня глубина ящика получается меньше, чем можно растянуть вот эту вот подставку. Подставка идет на 50 см, а у меня глубина получается около 47 см. И из-за того, что я не смогла растянуть на эти 3 см, у меня по ширине не встала в эти ячейки форма красная для запекания. Потому что там очень широкие бортики. Имейте это в виду, кто тоже захочет таким способом переорганизовать. А так, конечно, хранение мне очень понравилось. Теперь все удобно здесь сложено. Все хорошо держится. И когда открываешь ящик, ничего не падает. И можно с легкостью достать ту или иную форму для выпечки или блюда. Только, скорее всего, отсюда уберу сушилку для зелени. Потому что она здесь получается немножко лишняя и не по тематике. Переложу ее в другой шкаф. Скорее всего, она у меня уйдет в пенал над микроволновой печью. А так, конечно же, очень мне понравилось, как у меня получилось здесь переорганизовать все. Нужно немножко прибраться сегодня. Убираю сразу же коробки, в которых хранились у меня все контейнеры. Затем убираю то, что накидали на диван лишнее, раскладывая по своим местам. И нужно запустить робота. И перед тем, как его запустить, конечно же, нужно все убрать лишнее, чтобы он смог тщательно везде проползти и пропылесосить. Поднимаю весь новогодний декор и запускаю робота. Спрашивали в комментариях, когда буду убирать новогодний декор. Елку точно буду убирать в феврале, которая у нас находится в кухне-гостиной после своего дня рождения. В принципе, как и в том году раньше, убирать я ее не планирую и не хочу. Она нам вообще не надоела. В детских комнатах, может быть, уберем пораньше, но пока дети против. Сказали, что они еще не налюбовались елочками. А остальной новогодний декор это еловые гирлянды. Скорее всего, буду убирать уже после крещения. Поэтому пока что не планирую в ближайшие дни убирать новогодний декор. Решила сразу же помыть все контейнеры, подготовить их к переорганизации, которую хочу сделать. И можно, конечно же, было все стеклянные чаши загрузить в посудомоечную машину. Но такая ситуация, что на контейнерах очень плотно приклеена этикетка. И приходится предварительно все равно замачивать. И особого смысла я не вижу. Замочить контейнеры сначала в раковине под проточной водой, отклеить их и потом отправлять в посудомойку смысла нет. Проще помыть руками, так получается намного быстрее. И пока я занимаюсь мытьем всех контейнеров, предлагаю сделать небольшой флешбек и съездить к нам на стройку. Покажу вам планировку дома. Снимала я это еще осенью. Наверное, это был конец ноября. Накопился немножко у меня материал со стройки. Сейчас потихонечку буду вам показывать. Поэтому добро пожаловать к нам в гости. И давайте покажу планировку второго этажа, как вам и обещала в прошлом видео. Поднимаемся на второй этаж. На лестнице убрали опалубку. Оставили только опалубку на ступеньках, чтобы не портить бетон залитый. Когда уже такие основные черновые работы будут сделаны, решили снимем и опалубку со ступенек. Это никак сейчас не мешает. Поднимаемся на второй этаж. Попадаем в такой просторный холл. Обратно разворачиваюсь. Показываю, что здесь находится лестничный марш. Максимка рядышком стоит. Пытается перчатки надеть. Ездили на стройку вместе с детьми. Им так нравится. В новом доме бегают, играют в прятки. И уже с нетерпением ждут. И постоянно спрашивают, когда же мы в него переедем. Первая комната, которая у нас находится на втором этаже, это кабинет Вани. И по совместительству будет еще гостевая комната. Но основную функцию она будет выполнять Ваниного кабинета. Ее площадь 20 квадратных метров. Более чем достаточно для кабинета и для гостевой комнаты. Удобно. Здесь есть ниша. Скорее всего, там будет встроенный шкаф. Евочка тоже поднялась сюда наверх. Ходит, смотрит. Все ей очень нравится. И затея была такая, чтобы разделить второй этаж на две зоны. Зона родительская и зона детская. Из большого хола попадаем в такой небольшой тамбур-коридор. И из него идет разделение на две детских и прямо санузел. По левым рукам попадаем в комнату Евы. У Евы комната тоже 20 квадратов. Почти 21. Три комнаты на втором этаже. Это комната Евы, Максима и Ванин кабинет. Они одинаковой площадью. 20 с небольшим квадратных метров. Около 21. Большое здесь у Евы окно. И комната достаточно просторная, светлая. Еве она очень нравится. Сейчас можно ее видеть. Она убежала в комнату Максима. Прячется от него. А он ходит ее ищет. И очень удобно то, что дети будут здесь отдельно. Их будет нам не слышно. И они нас не будут слышать. Очень здорово. Что получилось таким способом придумать и разделить нам две зоны. Следующее помещение в детской зоне. Это идет их санузел. В нем будет располагаться душевая кабина, инсталляция и тумба с двумя раковинами. У детей решили, что ванну делать не будем. Если они захотят, конечно же могут с удовольствием принять ванну и в нашей комнате. Точнее в нашем санузле. И следующая комната, это получается комната Максима. Как я и сказала ранее, она тоже 20 с небольшим квадратом. Вот еще раз показываю планировку. По правую руку был санузел. Дальше Евочкина комната. Попадаем из небольшого холла в большой холл. Прямо идет лестничный марш. По левую руку был ваннен кабинет. И дальше наша спальня. Наша спальня получилась самая большая на втором этаже. Мы хотели очень большую, просторную, светлую спальню. Она у нас вышла около 32 квадратных метров. Мы отказались от отдельной гардеробной. И гардеробная у нас получается и так очень большая. Она будет во всю стену. Как заходишь в спальню, можно было видеть простенок. И дальше попадаем из нашей спальни сразу же в просторную ванну. Ванна получается около 18 квадратов. Вот это помещение будет включать в себя отдельно стоящую ванну. По этой стене, где сейчас я показываю, будет тумба с раковиной. Проходим дальше. Здесь будет располагаться душ. Дальше инсталляция. Вот в этом месте будет располагаться. И следующее помещение. Очень темно, конечно, для съемки. Но меня, простите, пожалуйста, света еще в доме нет. Здесь будет у нас располагаться сауна. Небольшая, но, в принципе, для нескольких человек будет более чем достаточно зайти, погреться в какой-то промозглый, холодный зимний день. Или осенний дождливый вечер. Думаю, что будет очень здорово. Будем ей пользоваться. И почему решили сделать сауну? Потому что баню делать не будем. Во-первых, баня у нас есть у родителей. Нам проще сесть и доехать до них. Это занимает не больше 30-40 минут. И чтобы какая-то возможность была, если захочется погреться, попариться, то в доме будет сауна. Две бани мы посчитали, что делать, ну, в принципе, смысла никакого нет. Вот где сейчас я стояла, там будет располагаться у нас кровать. Прямо будет телевизор. И вот на этом простенке будет располагаться большая гардеробная. Длина той стены практически 5 метров. Я думаю, что нам на двоих будет это более чем достаточно. И поэтому решили не делать отдельную гардеробную комнату. И вещи все будут спрятаны за дверками. Мне кажется, это тоже хорошо. Вещи не будут пылиться. Все перегородки Ваня делал сам. Он у нас большой молодец, умничка. И вот сейчас показываю тоже на лестничном марше. Вот эти вот высокие перегородки тоже он все сам доделал. А мы с вами обратно возвращаемся в сегодняшний влог. И надеюсь, что вы хорошо прогулялись вместе со мной по нашему дому, по нашей стройке. Я уже за кадром перемыла всю оставшуюся посуду. Вот такое количество ее получилось. А мне на сегодня осталось сделать приборку быструю в прихожей. Разложить все по своим местам. У нас вот этот комод как появился, стал просто какой-то горящей точкой, каким-то магнитом. Всегда, когда приходишь домой, на него что-то складывается или сюда потом носится, чтобы разложить все по своим местам. Конечно же, такая точка просто как магнит. Раскладываю все по шкафчикам, по ящикам. Также купила сегодня, показывала вам пеленки собаки детские. Тоже они у нас хранятся в этом шкафу. Сразу же убираю с них упаковку и складываю в контейнер. Очень удобно доставать оттуда и пользоваться сразу же. И убираю удлинители, которые дополнительные брали с собой на дачу. Принесла их сюда, достала из пакетов. Сейчас все распределяю. Запасные костюмы, которые тоже с собой брали на дачу, так и не воспользовались ими. Прибежала моя помощница Миюшка, как всегда помогает мне в уборке. Рядом со мной крутится, вертится. А я продолжаю все разносить по своим комнатам. Лежал здесь на комоде пульт от вертолета радиоуправляемого. Унесла его к Максиму в комнату. И как раз сегодня еще нужно было мне сполоснуть цветы под душем. Потому что не делала этого с 30 числа. И таким способом, допустим, когда бегу к Максиму в комнату, приношу сюда цветок в ванну. Далее занимаюсь тем, что раскладываю пакеты по своим местам, с которыми мы ездили на дачу. Сумки какие-то и так далее. То, что не хранится в комоде, а хранится, допустим, у нас в спальне. Отношу туда и как раз на обратном пути иду сразу же с горшками, с цветами. Чтобы лишний раз туда-сюда не бегать. Сразу же это продумываю. И остается мне только в прихожей протереть столешницу у комода. Сегодня я это делаю с помощью дезинфектора. Захотелось мне им протереть столешницу, продезинфицировать. И все, с уборкой сегодня в прихожей закончено. Робот-пылесос сюда еще доберется, потом почистит здесь пол, помоет. И да, убрала венок с входной двери на хранение до следующего сезона. Споласкиваю цветы из душа. Очень это любят цветочки, особенно в зимний период. Потому что отопление, конечно, работает на полную мощность. И цветы от этого страдают. Особенно фикусы. Опять он у меня начал облетать. Подрезаю какие-то не очень красивые листики у спатифилума. Но очень много появилось листов за вот эти 10 дней новеньких. Таких красивых, ярких, сочных, зеленых. И у одного спатифилума начала уже образовываться стрелка со цветком. В ближайшее время он у меня зацветет. Чему я очень и очень рада. На этом сегодняшнее видео буду заканчивать. Огромнейшее спасибо, что посмотрели его до конца. Подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. А я вам желаю прекрасного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго. До новых встреч. Пока.